Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде семян укропа. В видео сможете узнать о применении семян в выздоровлении, о специальных методах употребления и противопоказаниях. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 61% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра! О пользе и действии укропа знали с древних времён. Первые упоминания об этом растении встречались ещё в древнеегипетских папирусах и более ранних рукописях. Укроп появился на территории Средиземноморья, откуда начал распространяться по всему миру. О полезных свойствах семян укропа писали множество древних выдающихся учёных. На папирусах, дошедших до наших дней, упоминается, что семена укропа применяли как средство, которое благоприятно влияет на кровеносные сосуды, избавляет от головных болей. Также их употребляли при заболеваниях ЖКТ. В наши дни без укропа не обходятся такие блюда, как суп, рагу, различные салаты и засолки. Полезные свойства семян укропа У семян укропа очень богатый биохимический состав. В этих маленьких зёрнышках содержатся все необходимые для человеческого организма и здоровья полезные компоненты. Это в том числе витамины С, А, вся группа витаминов В, микроэлементы, натрий, кальций, марганец, фосфор, селен, калий, кальций, магний, железо, медь и цинк, белки, эфирные масла, кислоты, линолевая, олеиновая, пальмитиновая, петрозелиновая, аскорбиновая и никотиновая, каротин, флавоноиды, азотистые соединения, фитонциды, сахариды, тиамин. Благодаря богатому составу семена применяют в оздоровлении, в основном как средство, оказывающее положительный эффект на пищеварительную, кроветворную, сердечно-сосудистую и мочеводелительную системы. Семена обладают успокаивающим и сосудорасширяющим эффектом, поэтому их используют при лечении гипертонии и стенокардии. Отвары из укропных семян популярны за счёт своего болеутоляющего, спазмолитического и ветрогонного эффекта. Они помогают взрослым детям возобновить пищеварительные процессы в случае их нарушения, избавить от метеоризма, отрыжки, спазмов и вернуть аппетит. Кроме того, они обладают мочегонным эффектом и применяются при заболеваниях мочеполовой системы. Семена укропа присутствуют в составе любого травяного сбора, так как они способствуют борьбе с заболеваниями печени, дискинезией желчевыводящих путей и желчекаменной болезнью. Они обладают высокой антиоксидантной активностью, поэтому эффективны в борьбе со свободными радикалами. В семенах содержатся монотерпены, активирующие фермент под названием глутатион-эстрансфераза. Это вещество способствует нейтрализации канцерогенов, благодаря чему предупреждает развитие онкозаболеваний. Ключевые полезные свойства семян укропа нормализуют кровеносное давление, активизируют защитные функции организма, укрепляют иммунную систему, активизируют метаболические процессы, оказывают благотворное влияние на работу сердца и сердечно-сосудистой системы, успокаивают, помогают справляться с бессонницей, нормализуют сон, активизируют перистальтику кишечника, снижают симптомы метеоризма, устраняют спазмы, возбуждают аппетит, способствуют выработке желудочного сока, налаживают работу желудочно-кишечного тракта, улучшают функцию почек, способствуют активному заживлению ран, стимулируют регенерацию клеток, очищают организм от вредных веществ, оказывают благотворное влияние на состояние нервной системы. Применение семян укропа при определенных заболеваниях Укропные семена еще с древних времен успешно используют в выздоровлении, как именно их употреблять и заваривать, зависит непосредственно от недуга. В определенных случаях при лечении эффективнее будет отвар из семян укропа, в то время как в другой ситуации актуальнее будет применение настоя, молотых или вымоченных семян в комбинации с пчелиным медом, полезными травами. Для очищения сосудов. Подготовить 1,5 столовые ложки высушенных семян укропа, чайную ложку корня валерианы, 2 литра кипятка. Залить ингредиенты водой, выдерживать на протяжении суток. После в настой необходимо добавить столовую ложку пчелиного меда. Употреблять средство нужно по 2 столовые ложки непосредственно перед едой 3 раза в день. Восстановительный курс составляет 2 месяца. От гипертонии. Снизить давление поможет порошок из семян. Употреблять по чайной ложке в процессе приема пищи. И настой. К одной чайной ложке продукта добавить стакан кипятка и настаивать 4 часа. От цистита. При лечении и профилактике цистита лучше всего использовать свежие семена укропа, так как у высушенных некоторая часть лечебных свойств утрачивается. Рецепт номер 1. Подготовить чайную ложку свежих семян укропа, перемолоть их, залить 200 мл кипятка. Средство нужно настаивать на протяжении 12 часов. Приготовленный настой – это дневная норма, употреблять его нужно 1 раз в день. Рецепт номер 2. Подготовить 1,5 столовые ложки семян укропа, перемолоть, залить литром кипятка. Настой нужно выдерживать на протяжении 3 часов, употреблять в тёплом виде в течение всего дня. Рецепт номер 3. Подготовить 3 столовые ложки семян, листьев и стеблей укропа, перемолоть, залить ингредиенты литром кипятка. Средство поместить на водяную баню и оставить нагреваться на 20 минут. После отвар необходимо процедить, употреблять по 50 мл 3 раза в день за полчаса до еды. От заболеваний поджелудочной железы. Рецепт номер 1. Подготовить 25 г семян укропа, добавить 250 мл воды. Кипятить на медленном огне на протяжении 15 минут. После отвар нужно слить в термос и выдерживать на протяжении 9 часов. Готовое средство употреблять по 20 г дважды в сутки за полчаса до приёма пищи. Рецепт номер 2. Подготовить 1 столовую ложку высушенных семян укропа и 1 стакан кипятка. В глубокую ёмкость, желательно стеклянную, высыпать семена, добавить кипяток. Ёмкость укутать и выдерживать настой на протяжении часа. После его нужно процедить и употреблять в течение всего дня. От почечной недостаточности. Подготовить по 1 столовой ложке зелени, петрушки и укропных семян и пол-литра воды. Ингредиенты измельчить, добавить в воду, закипятить. Ёмкость с полученным средством нужно укутать и выдерживать 4 часа. Настой употребляют по 1 столовой ложке непосредственно перед едой 3 раза в день. При камнях в почках. Рецепт номер 1. Подготовить 2 столовые ложки измельчённых укропных семян, залить пол-литром кипятка, настаивать 3 часа. Пить настой по 3 стакана 3 раза в день непосредственно перед едой. Рецепт номер 2. Подготовить по 1 чайной ложке измельчённой зелени укропа и петрушки, залить их кипятком. Ёмкость укутать, выдерживать в тёмном тёплом месте на протяжении 4 часов. Употреблять средство по полстакана 3 раза в день за полчаса до приёма пищи. При почечных коликах. Подготовить по 1 чайной ложке зелень и семена укропа, добавить сельдерей и петрушку. Ингредиенты залить кипятком, отправить на час настаиваться. В готовом отваре нужно смочить ткань и приложить её на область почек, дополнительно утеплить одеялом. Процедуру нужно повторять ежедневно перед отходом ко сну на протяжении 2 недель. При недержании мочи. В термос добавить 1 столовую ложку семян укропа, залить стаканом кипятка. Выдерживать на протяжении 2 часов. Настой нужно принимать цельной порцией 1 раз в сутки. Мочегонное средство. Подготовить 1 столовую ложку семян укропа, залить полулитром кипятка, выдерживать на протяжении получаса, употреблять по 250 мл за час до еды. От вздутия. Чтобы избавиться от вздутия и метеоризма, нужно подготовить чайную ложку укропных семян, добавить стакан воды, довести до кипения. После варить на протяжении 20 минут, далее процедить и остудить естественным путём. Напиток нужно употреблять цельной порцией за полчаса до приёма пищи. Перед каждым применением необходимо готовить свежую порцию отвара. Для очищения организма от вредных веществ. Продукт очищает кровеносную систему и улучшает общее состояние кровеносных сосудов. Для приготовления средства понадобится стакан семян, 3 столовые ложки корня валерианы. Ингредиенты нужно засыпать в термос, добавить кипяток. Употреблять средства нужно по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Во время лечения необходимо исключить из рациона жирную и сладкую пищу, а также крепкий чай и кофе. Для очищения от паразитов. Продукт отлично очищает от паразитов, в основном от глистов. Спустя несколько часов после ужина нужно съесть по 1 столовой ложке целых и молотых зёрен укропа. К молотым добавить небольшое количество пчелиного мёда. Спустя 3 часа после приёма средства использовать ректальную свечу и принять 30 мл кастерового масла. Противопоказания и вред семян укропа. Как и в случае с любыми другими средствами, семена укропа необходимо принимать обдуманно. При наличии заболеваний хронического характера перед началом приёма рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Применение этого продукта противопоказано при наличии гипотонии, гастрита с повышенной кислотностью, при низкой свёртываемости крови, при индивидуальной непереносимости и при хронических заболеваниях мочеполовой системы. Также следует помнить о риске возникновения аллергических реакций. Начиная употреблять отвары или настои из семена укропа, нужно обращать внимание на своё самочувствие и состояние кожи. Начинать лучше с небольших порций. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!